Привет! 30 марта 2021 года Верховная Рада приняла закон о предоставлении финансовой помощи на период карантина. В этом видео я подробно расскажу о том, кто имеет право на такую помощь, каким образом ее получить и в каком объеме она предоставляется. А также поговорим об ответственности за нарушение этого закона. Согласно закону 5300 финансовую помощь могут получить две категории лиц. Первая категория это наемные работники, которые работают на предприятиях, либо у физических лиц предпринимателей, которые попали под карантинные ограничения. А вторая группа это ФОПы, физические лица предпринимателей, которые попали под карантинные ограничения. Что я имею ввиду, когда говорю попали под карантинные ограничения? Имеется в виду не абсолютно все ФОПы, не абсолютно все юридические лица, а только те, у которых основным видом деятельности есть тот вид деятельности, который указан в соответствующем постановлении Кабинета Министров Украины. Ссылку на данную постанову я оставлю в описании, вы сможете с ней ознакомиться, чтобы понять, а ваш вид деятельности попадает под действие этого закона или не попадает. И еще раз обращаю ваше внимание, что вид деятельности учитывается только основной. Как пример таких видов деятельности можно назвать деятельность фитнес-залов, спортивных клубов, ресторанов, услуг по ремонту компьютеров, розничной торговли разными непродовольственными товарами. Какой размер этой финансовой помощи? Если вы получаете деньги из бюджета, то вы можете получить 8000 гривен. Если же получаете деньги из местного бюджета, то размер финансовой помощи устанавливают органы местного самоуправления. При этом следует отметить, что данная выплата является одноразовой и она не будет какой-то ежемесячной выплатой, ее можно будет получить только один раз. Теперь давайте разберемся, кто же не получит финансовую помощь. А не получат ее те работники, которые трудоустроены у работодателя, который не заплатил ЕСВ за все месяцы предыдущего квартала. То есть таким образом подстегивает нас государство к тому, чтобы работать официально и официально оформлять трудовые отношения. Далее не получат помощь те работники, которые работают по совместительству, а также те, чья заработная плата составляет более 13000 гривен. И естественно напоминаю, что если основной вид деятельности работодателя не попадает в тот перечень, о котором мы говорили ранее, такой работник тоже не имеет права на получение финансовой помощи от государства, либо от органов местного самоуправления. ФОП не получит финансовую помощь в тех случаях, если он зарегистрирован менее чем 3 месяца назад, если за предыдущий финансовый год заплатил ЕСВ менее чем за 6 месяцев, имеется в виду за себя. Также ФОП не получит помощь, если он параллельно является еще и наемным работником, не имеет права на получение помощи и те ФОПы, которые прекратили свою деятельность в месяце, который предшествовал месяцу, в котором были введены карантинные ограничения. Имеется в виду, что, например, карантинные ограничения введены в марте, а деятельность прекращена в феврале. Вот в этом случае права на такую помощь уже отсутствует. И, естественно, если основной вид экономической деятельности ФОПа не находится в том списке, который утвердила КМУ, то помощь не полагается. Подчеркиваю, основной вид имеет значение только основной вид экономической деятельности. Теперь давайте разберемся с тем, а как же получить помощь от государства. В первую очередь надо помнить про сроки. И сроки здесь установлены следующие. 30 дней с момента введения определенных карантинных ограничений. То есть только в течение 30 дней вы можете обратиться за помощью к государству. Что касается тех случаев и тех ФОПов, деятельность которых была ограничена в феврале и в марте месяце, и срок, соответственно, уже прошел, то следует знать, что для вас срок будет отчитываться через 10 дней после вступления в силу закона. То есть сначала вступит в закон, потом считаем 10 дней, а потом плюс к этому 30 дней для того, чтобы обратиться за помощью к государству. Куда обращаться? Данным законом установлен только единственный способ обращения к государству за помощью. Это подача электронного заявления через единый государственный веб-портал электронных послуг. В таком заявлении нужно будет указать фамилию, имя, отчество, идентификационный номер плательщика налогов, адрес проживания, номер банковского счета по стандарту IBAN. Нужно будет и подтвердить ваше соответствие тем требованиям, которые указаны в законе. Кстати, как это нужно сделать, закон пока не называет. При этом обратите внимание, что формы еще нет, и согласно этого закона форма заявления будет утверждена Кабмином. После того, как вы подали заявку, она будет проходить проверку на едином государственном веб-портале электронных услуг. Причем такая проверка будет проходить автоматически, а не человек проверять каждую заявку. Соответственно, процесс проверки будет проходить гораздо быстрее. После того, как ваша заявка прошла проверку, информация будет передаваться в пенсионный фонд, который и будет выплачивать государственную помощь на ваш счет. Что касается ответственности за подачу неправдивой информации. Данный закон устанавливает следующий механизм. Если вы подали неправильную информацию и благодаря этому получили государственную помощь, вы должны ее вернуть в порядке, установленном Кабмином. А вот если вы ее не вернули, тогда пенсионный фонд будет взыскивать с вас на основании своего распоряжения. То есть пенсионный фонд не будет идти в суд. Пенсионный фонд будет выдавать распоряжение, которое будет иметь силу исполнительного листа и уже на этом основании взыскивать с вас те деньги, которые вы незаконно получили. Ну, по мнению государства. Вот такой порядок помощи в условиях карантина предусмотрен законом 53.00. Кстати, данный закон был подан президентом Украины. Если вам интересно подробнее ознакомиться с текстом этого закона, то ссылочку вы найдете в описании. Если вам тематика эта интересна, поставьте колокольчик. На этом все. Всем удачи. Пока.